Добрый день! В эфире актуальное интервью. Наш гость сегодня генеральный директор телекомпании ВИТО Елена Владимировна Андреева. Елена Владимировна, Вы только что выступили на панельной дискуссии, как заработать региональному телевидению лучшие практики. Скажите, пожалуйста, что необходимо сделать региональным телевидением, чтобы монетизировать свой контент? Любому телевидению для монетизации необходимо доверие. Необходимо доверие телезрителей. Необходимо, чтобы люди, которые включают ваш канал, очень четко представляли себе, что именно здесь они получат самую объективную, самую правдивую, самую полезную информацию из всех телеканалов, которые существуют в мире. Вот тогда это, в общем, это ваш хлеб. Это хлеб всего региона, это хлеб всего края, каждого города. Да, то есть вам нужно очень верить, и вас нужно очень любить. И нужно, чтобы вы очень любили своего телезрителя. И давали ему только то, что он хочет, и то, что ему интересно. Вы, говоря как раз-таки про региональное телевидение, отметили, что доброе утро не должно начинаться с негативных новостей, и все равно человек необходим позитив. Вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста. Хорошо. Ну, не секрет, что у нас сейчас и центральные каналы, а вслед за ними региональные каналы добавляют такую, знаете, нотку тревожности. Там обвалилась крыша, тут пропали дети, а еще, значит, на нас надвигаются страшные морозы. Не выходите из дома, понимаете, даже когда центральные каналы смотришь, да, и когда москвичей предупреждают, что там минус 25, но вот оставьте свой транспорт, вдруг вы не заведетесь. Да, то есть, ну вот, ну человек ведь взрослый, да, то есть человек взрослый, социализированный, он сам решит, понимаете, вот чем предупредить, безусловно, надо. Но, может быть, как-то спокойным тоном это сделать, более доброжелательным, да, не нагнетать вот это вот, вот там, давайте, вот, давайте подождем еще больших неприятностей, вы знаете, они обязательно будут. Да, то есть, поэтому, чем добрее будет утро, тем спокойнее будет работать народ, тем спокойнее и я, и вы, и любой телезритель, да, потому что, ну человеку необходимо на что-то опереться. А на что ему опереться информационно, кроме как не на родной канал, на ваш? Он вас включил, да, он узнал ведущих, да, и он, ну он просто, он имеет право получить хорошие новости. Ведь хорошего в жизни происходит на самом деле значительно больше, чем плохого. И я вот задачу всех региональных телевидений и телекомпаний вижу как раз в поиске хороших, добрых, позитивных новостей. В каждом городе есть талантливые дети, в каждом городе есть талантливые учителя, в каждом городе есть врач-волшебник, на которого молятся многие семьи, да, в каждом городе есть чиновник, которого просто любят, в каждом городе есть хорошие люди. У нас есть рубрика, которая так и называется «Хорошие люди», и там у нас полный спектр, понимаете, вот людей. От профессора медицинской академии до артиста, который нашёл своё призвание в том, что он ходит и играет в трамвае на баяне, и поёт добрые песни. Мы же снимаем всё это, мы видим, у людей лица светлеют, когда они понимают, что хорошему в жизни место. И сейчас очень сложная международная обстановка, и в мире неспокойно. Но давайте давать своим зрителям и тепла, и любви, и доброты, и понимания, что хорошего много. Его должно быть больше. А скажите, пожалуйста, а правильное соотношение негативных новостей и позитивных, оно в каком процентном соотношении должно быть? Ну, я думаю, что 30 к 70, да, потому что, ну, вы же не можете обделить граждан информацией о том, что произошло страшного из происшествий, да. То есть, поэтому, ну, если вы расскажете о плохом, а потом покажете, что хорошего больше, да, то есть, вам будет гораздо интереснее самим, да. То есть, его сами увидите, вот, но жители будут тогда смотреть не только с интересом, да, то есть, ну, и с любовью к вашей компании. Это мое личное убеждение, основанное вот на 10-летнем опыте. И говоря о взаимоотношении с властью, скажите, пожалуйста, на каких оно должно, основаниях операция, и каким оно должно быть, это взаимодействие с властью? Ну, мы все живем в Российской Федерации по одним и тем же законам, да, то есть, у нас исполнительная и законодательная власть – это источник понимания, да, то есть, как мы с вами будем жить дальше. Бюджетный комитет законодательных собраний определяет, в каком объеме мы будем тратить. Исполнительная власть исполняет поручения законодателей в интересах каждого жителя. Поэтому, безусловно, отношение к власти должно быть уважительным, но нетрепетным, да, то есть, вы налогоплательщики, вы основные потребители услуг государства в том числе, и ваше право и обязанность рассказывать о том, что именно вас устраивает в сегодняшних отношениях, чего вы хотели бы больше, может быть, вы хотели бы больше внимания, может, вы считаете, что вообще необходимо, да, то есть, коммуникационная площадка, где жители города, края встречались бы с представителями законодательной и исполнительной власти, да, и обменивались теми моментами, теми мнениями, которые позволят комфортно жить дальше. Вот я считаю, что это диалог, да, но, безусловно, телевидение — это друг, это друг любой власти, это хороший, надёжный товарищ. Вот в таком контексте работать с властью надо. Вы в своём выступлении ещё отметили, что у вас более 50 авторских проектов на телевидении. Скажите, пожалуйста, как вы их реализовываете и на что они направлены в первую очередь? Наши проекты направлены на то, что каждый человек должен в жизни реализоваться. И если вдруг человек не понимает, чего он может, чего он хочет, что ему нравится, что ему не нравится, мы предлагаем ему несколько вариантов жизненных позиций, увлечений и отношений к тому, что происходит в жизни. Вот, собственно, этому посвящены наши проекты. И они у нас авторские пишем, мы сами, да, то есть, ну, безусловно, мы перед этим тестируем темы в социологических опросах. Да, то есть, и берём только то, что получило наибольшую степень интереса у опрашиваемых. Мы работаем методом случайной выборки, поэтому они не аффилированы. Насколько проекты актуальны и наиболее актуальны? Расскажите, пожалуйста, про те проекты, которые сейчас пользуются популярностью на вашем телевидении. У нас есть проект, который называется «Люди говорят». Корреспондент идёт на улицу, да, то есть, и задаёт вопрос как минимум 10-15 зрителям, как они относятся к тому или иному происходящему в городе, что побуждает их принимать решения, да, то есть, кому они больше верят. И мы это выдаём в эфир, да, то есть, вообще, людям интересно посмотреть, что думают другие. А как люди говорят? Это же такой обычный, такой, в общем, очень древний вопрос, да. Вот эта программа у нас очень хорошим спросом пользуется. Большой у нас рейтинг имеет программа «Погода онлайн», да, то есть, это в прямом эфире, да, то есть, у нас ходит мальчик, как правило, девочек нам жалко, потому что погода иногда бывает серьёзная, да, и рассказывает, в чём люди ходят, какой ветер, какая влажность, да, то есть, ну, вот я... Вы можете в телефон завести, вот, Винтеру ТВ, да, то есть, и там посмотреть любой наш проект, можете зайти на наш сайт, да, то есть, там, вето.тв, да, то есть, и посмотреть на нашем сайте, но вот высокая степень доверия, да, то есть, это программа, которые связаны с ежедневной жизнью человека, да, это здоровье, это безопасность, это отношение с властью, это отношение с окружающими, да, и, безусловно, проекты, которые рассказывают о том, куда идти учиться, кем лучше быть, чтобы через 12 лет ты был востребован, каким лучше быть, да, то есть, чтобы тебя уважали люди, чтобы родители говорили о тебе с гордостью, да, то есть, вообще, ну, и, естественно, проекты, которые помогают и мужчинам, и женщинам выбрать одежду, да, то есть, у нас есть проект «Витрины», да, то есть, где мы говорим, в каком магазине можно что купить. Ну, я могу бесконечно говорить, поэтому лучше на сайте. Я вот как раз-таки поняла про то, что у вас телевидение, оно адресное, то есть, направлено именно на человека. И скажите, пожалуйста, вы сказали про работу на сайте и в социальных сетях. Насколько вот этот момент у вас превалирует, и насколько зрители вас смотрят через интернет? Ну, мы сдержанно работаем с сайтом, честно, мы работаем сдержанно, вот мы, нам, платформа вот «Винтеры», она нам приносит больше телезрителей, понимаете, ну, и потом понимание, что Пермь интересна всему миру, в 110 странах мира, да, то есть, смотрит о событиях в Перми. Это у человека повышает собственное чувство самооценки, да, ну, вы представляете, да, вот человек что-то сделал, да, вот у нас девочка недавно получила патент на изобретение деревообрабатывающего станка, да, то есть, ну, вы представляете, во всем мире узнали, что в Перми такие талантливые дети, да, то есть, это девочка, но тем не менее, да, то есть, вот, ну, вот так есть. Чем больше людей об этом узнают, тем лучше и проще им будет дальше сориентироваться в жизни. Вот, собственно, мы на это сориентированы, мы очень хотим социального спокойствия, мы очень хотим социальной стабильности, да, то есть, мы очень хотим понимания, мы хотим, чтобы людей слышала власть и чтобы власть слышала людей. Вот, собственно, в этом ведь основной инструментарий, да, то есть, любого телевизионного процесса, любого продукта, да, То есть это диалог, это отражение того, что есть в обществе. И говоря как раз-таки про проекты, про ориентированные адресные проекты, по тем социологическим исследованиям, которые вы проводите, насколько все-таки подобные проекты, они вызывают отклик у населения? Понимаете, они ведь не только отклик вызывают у населения, они вызывают желание, да, то есть вообще что-то делать. Я считаю, что вот сейчас на первое место должна выйти тема внутреннего туризма, да, то есть чем больше вы расскажете о себе, внешнему миру, тем больше шансов, да, то есть привлечь деньги на свою территорию, тем больше шансов дать работу молодежи, да, потому что это, во-первых, это очень интересно, а во-вторых, ну согласитесь со мной, да, то есть мы сейчас о любом другом городе знаем, ну больше, чем о своем, да, и вот эти краеведческие программы, да, то есть вот у нас они пользуются огромным спросом у молодежи, молодежи интересно, да, то есть как будет складываться их жизнь, но вот у вас-то, да, то есть вообще, ну Дальний Восток, да, то есть это, ну это столько возможностей, да, то есть поэтому вам сам Бог велел, да, то есть это внутренний туризм, это разрабатывать программы, вам снимать эти программы и показывать их не только у себя, но и на весь мир, на всю страну, да, то есть это уже вопросы вашей исполнительной власти и законодательной тоже. Спасибо большое, Елена Владимировна, мне было очень с вами приятно общаться, с вами была только что актуальное интервью записывали с генеральным директором телекомпании ВИТА Андреева Елена. Спасибо большое, Сусанна Рожина, Хабаровск, Дальневосточный медиафорум. Спасибо.